Хутор Черный – один из самых удаленных населенных пунктов Анапского района. Именно здесь, вдали от городской суеты и шума, проживает ударник коммунистических пятилеток, обладатель многочисленных правительственных наград Николай Федорович Магась. Небольшой домик в центре хутора, да с десяток куриц – вот и все подсобное хозяйство Николая Федоровича. Но, как признается он сам, этого более чем достаточно, ведь здоровье уже не то, что раньше. Курей держали по сто штук, гусей я держал, индюков держал, свиней держали по две, по три. Для себя, не для продажи. Особая гордость Николая Федоровича – это колодец, которому уже более сорока лет. Столько же и автомобилю ВАЗ-2101. Он до сих пор на ходу. Эту машину ему подарил председатель колхоза в 1975 году, когда он получил свою первую правительственную награду «Ударник девятой пятилетки». Подобных наград, благодарностей и почетных грамот у Николая Федоровича много, но есть для него и особенная – высшая награда того времени – Орден Ленина. За высокий урожай – пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ну, это что я выращивал, то, как я. У меня было звено 7 человек, полторы тысячи гектаров земли. И мы все делали. Надо в две смены, значит, выходим. Один там с пяти или четырех до часу, то есть часу там до девяти. Всю жизнь бок о бок вместе с Николаем Федоровичем и его супруга Таисия Павловна. В феврале 1960 года они поженились. Буквально несколько дней назад отметили 57 лет совместной жизни. Еще немного и сыграют бриллиантовую свадьбу. Супруга признается, что и спустя почти 60 лет он для нее почти не изменился. Каким он сейчас, таким он и был. Работал. Работа от 8 до 11 до 12 в уборочную страну, когда была уборка хлеба. Сейчас пенсионеры с нетерпением ждут выходных. К ним, как всегда, приедут любимые внуки. А сам Николай Федорович готовится к поездке в краевую столицу на торжества, посвященные 80-летию Краснодарского края. Для него эта дата особенная. Он также в этом году отметит свой 80-й день рождения. У обоих юбиляров богатая история, общие достижения и общее будущее.